Работа с иностранными студентами в ЗАБГУ ведется с 2006 года. Раньше, как говорят преподаватели, в основном обучали учащихся из Китая. Ребята из Камеруна привнесли новый опыт в образовательный процесс. Педагоги признаются, проблем с франкоговорящими студентами не возникает. В конце концов, русский и французский относятся к одной языковой семье. Моя родина русская. Россия. Россия. Мой родной город Москва. Мы используем различные интерактивные методики, много слушаем отрывков из кинофильмов, особенно современных. Слушаем современную российскую музыку, разбираем песни, фразеологизмы, работаем по учебникам, которые одобрены Российским университетом дружбы народов. На занятии студенты разбирают тему внешность, рассказывают о себе, семье и особенностях своей культуры. Преподаватели отмечают прогресс в изучении русского языка. Некоторым уже и вовсе не требуется переводчик. Смеяться. Посмеяться. Посмеяться, да. А еще она готовит очень вкусно. Я учусь на югусский язык хорошо. Это трудно. Трудно. Трудно, да. Но это хорошо. Я учусь на югусский язык хорошо. Я знаю много-много существительных. Я знаю, как... Солю. Грит. Солю. Как приветствовать. Приветствовать, да. Недавно прибывшие камерунцы признаются. В Чиду приехали по совету друзей. Признаются, ожидали, что в холодном краю иллюзии будут холодные, да только не догадывались, что прием будет по-настоящему теплым. А здесь возможность не только узнать про быт, но и набраться знаний, которые точно пригодятся на родине. Как, например, Яну Ландри. После обучения он хочет открыть фармацевтическую компанию. В Камеруне все лекарства очень дорогие, и они недоступны населению. Я бы хотел открыть такой центр и в лабораториях выпускать лекарства, которые были бы доступны всем и не стоили бы так дорого. После окончания курса русского языка Ян Ландри, как и многие его друзья, планируют поступать в университет. Но для начала студентам предстоит освоить предмет до такого уровня, чтобы поддерживать разговор без всяких трудностей.